Так женщине нравится быть красивой. Кто больше всего понимает женскую красоту? Вот у каждой женщины есть своя красота, знаете? Кто больше всего понимает? Она сама, она смотрит на себя, сделает, подумает, господи. Какая я красивая. И какому дураку досталось. Ну, надо поддержать человека. Ой, как ты оделась красиво. Я разок, жена открывает мне дверь. Я смотрю, она в таком платье красивом стоит. Ой, как красиво ты оделась. Это откуда ты платье взяла такое красивое? Купила? Она такая, бается, говорит. Это ты мне на свадьбу подарил. Я уже забыл это платье, она давно не одевала. Ну и приятно было. Шутка, направленная на то, чтобы жена была счастлива. Допустим, я у жены спрашиваю, а вот ты папу очень сильно любишь, а вот как, объясни, вот что вот ты, вот те самые яркие впечатления от чего-то у тебя. Она говорит, я когда ходила на художественную гимнастику, то папа, когда я приходил домой, открывала ключом дверь, открывала дверь, смотрю, папа стоит, и такой голову вот так понули. Я говорю, папа, ты чего здесь стоишь? Маленькая девочка, 12 лет. Он говорит, доченька, я тебя жду. Она говорит, папа, а давно ты стоишь? Она говорит, вот как ушла, так и стою. Она говорит, папочка, я тебя так люблю. Ну, папа подбежал в двери, чтобы, доченьки, приятно сделать. Хорошо. У нас свой дом с женой, и она, когда домой идет, проходит мимо моего окна. Смотрю, идет домой. Подбежал в двери. Открывает она дверь, я стою, так, уголок, гостю. Он говорит, ты чего здесь стоишь? Я говорю, тебя жду. Давно, говорю. Я говорю, как ушла, так и жду. Разок она приготовила новое блюдо, мне жена, и я такой, ааааа. И вот так удивился, и так понравилось. И она начала всегда новое блюдо готовить. И подносит, и смотрит, я удивляюсь или нет. И она начала удивляться всегда. Ну, чуть в оморок, я говорю, чуть в оморок не упал. Как красиво. Потом она, короче, такая берет блюдо, она говорит, сюда не смотри. И сейчас я тебе принесу блюдо. Такое, чтобы я в оморок чуть не упал. Вот. А мне звонит очень важный, реально очень важный звонок. И я такой беру трубку, алло. Она состоит из сковородки, короче, и поберела вся. Я положил телефон, говорю, что с тобой случилось? Ты почему в оморок не падаешь? Я говорю, давай еще раз. И помешали. Она берет такая, опять сковородку, несет я. Ой, как красиво. Вот так вот. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. То есть любовь — это легкий стиль. Понимаете? Человек понимает, что ты в шутку это делаешь. Но люди настолько тупые, что они не хотят этого делать, потому что нет образования. Вот, допустим, мужа, когда видишь, надо вот так раз, вот так, удивиться ему. И ему это будет очень нравиться. Не то, что вот она на самом деле так удивилась. Это просто надо сделать. Потому что любовь — это шуточная энергия. Понимаете? Она в шутке живет. Любовь шутливая. И живет энергия шутливая. Джимми, Джимми, Джимми. Да, моя хорошая, да. Примерно так. Но для этого надо маску серьезности снять мужчине. Любовь — это вообще мужская энергия или женская? Вот у вас дома, допустим, вы домой, у вас дома шторы флажочками или цветочками? А? Цветочками. Сейчас мода поменялась, может? Да. Обои. Может, там пушки у вас? Пушечка нет? Пушечки каках-то, пушечки каках-то нет. Военной тематики нет. Кровать такая. Или такая? Такая. Вот такая? Это мужские энергии? Нет. Женские энергии. Вы представьте, женщины сейчас такой момент. Вам муж на день рождения подарил новую обстановку в квартире. Свою. Свою. Нам не понравится. Ведь они угорают уже, женщины, мужчины. Ну, а что такого подарил обстановку ей там? Обставил все. Я разок жене в Индии был и решил подарить сережки. А я могу определить, что человеку подходит. Вот я интуитивно могу увидеть, какой цвет человеку подходит. Вот женщина, допустим, вот вы киваете все время, я вам скажу. Вам, у вас нет этого цвета, да. Но вам нравится очень светло-желтый цвет. Обожаете. Правда? Вот. Я могу любой женщине сказать, что ей нравится. Вот вам нравится очень-очень темно-синий. Вам. Очень прямо вот такой вот, прямо фиолетовый, скорее фиолетовый такой, густой. Да? Нет. А? Я. Да. Да. Вот. Я могу определить, что кому подходит. У меня интуитивная, у меня хорошо как раз эта интуиция. Я выбрал 40 видов сережек, которые бы жене могли понравиться в Индии. Сфотографировал. Выслал ей фотографии. Из 40 видов сережек она выбрала две. Я ее купил. Когда она, я привез эти два вида сережек, одни она отбраковала сразу, говорит, я не разглядела. А вторые поносила там 2-3 дня и все. Я понял, блин, я больше этим не буду заниматься. Так, женщины? Да. Может подарить вам то, что вам нравится или нет? Нет. Нет. Это означает, что мы не знаем друг друга. Вот у женщин настолько сильная избирательность, она настолько чувствительный человек, что каждая женщина создает свою атмосферу любви. Муж, допустим, развелся, мужчина развелся, но как бы и он познакомился с новой девушкой и думает, моей жене нравились гладиолусы. Он ей покупает гладиолусы, приносит, она говорит, они мочой воняют, что ты мне за цветы принесла. А что тебе нравится? Может быть тебе нравятся хоризонтемы или еще что-то? Это простые ромашки. Какие простые ромашки вообще. Вот. Ну то есть, каждой женщине нравится что-то свое, и ты сначала узнай, а потом уже пытайся что-то покупать. Потому что покупать то, что, ну пытаться такие же отношения строить, как ты строил с прошлой женой, абсолютно патовая ситуация. Потому что у каждой женщины свой стиль, и она приучает. На это нужно несколько месяцев, может быть несколько лет, чтобы приучить мужа к тому, что ей нравится. И мужчина должен приучаться. Потому что по-другому все равно не получится, иначе она будет просто с ума сходить. То есть ей все равно придется подстроиться под ее ощущение счастья в личной жизни. Поэтому есть такое правило. Мужчина на работе как тигр, а дома как ягненок. Если мужчина так себя ведет, то женщина будет счастлива. Древние священные писания, веды описывают, что женщина — это энергия счастья. Она течет в семье. Течет — означает, у нее постоянно какие-то желания возникают в личной жизни. Она чего-то хочет. Ей нравится быть счастливой женщиной. Вот она, ей нравится наслаждаться жизнью. И мужчина не должен в этом конкурировать с женщиной. Он не должен пытаться ее в этом ограничивать как-то жестко. Конечно, рамки должны быть однозначны. Но эти рамки не должны быть слишком узкими. Вот, допустим, если женщина рано утром лежит в постели, это для нее святое. Если мужчина говорит, что ты развалилась, давай вставай. Что она чувствует в это время? Она чувствует, что ему на нее надребать вообще. Вот ее счастье не интересует его. Этот человек вообще меня не понимает, она так думает. Теперь второй вариант. Он сел, погладил ее по голове, аккуратненько говорит, «Моя дорогая, как ты спала?» Сверх хорошо чувствует, а? Польцо как-то. Польцо как-то сказано. Да нехорошая. Да как же вы такая недолюбленная-то? Польцо как-то. Вам всем стало обидно? Да. Да, просто всем. Видите, как женщина весло, что я теперь не могу всем бросить столько конверт. Это была моя ошибка, простите. Ладно. Вот как вы думаете, вот женщина обижается, что можно сделать, чтобы ее успокоить? Вот ты, допустим, извиняешься серьезно. Поможет? Да. Нет. Нет. Что можешь сделать? А как я это сделал? Да, поднимаю. Класс. Я с улыбочкой. Это означает, что энергия любви, она движется только в шутливой манере. Я в шутку сказал. Теперь я не смогу. Это называется смиренная шутка. Ну, то есть, смиренная шутка — это стиль любви. Я сказал, я не смогу теперь сделать со всеми вами то же самое. Вы все равно. Стало весело, так? Почему? Потому что я специально эту всю ситуацию создал. Это театр одного актера. Потому что я хотел вам показать, как действует эта энергия. Она действует... Это шутка, направленная на доброту к человеку. Любовь движется только в доброй атмосфере. И обучать очень легко близкого человека, если ты знаешь, как правильно это делать. Нужно изучать эту тему. Нужно изучать, что в любви есть определенные этапы отношений. Вот, допустим, ты хочешь близкому человеку что-то донести. Вот тебе обидно стало. Надо доносить? Надо? Нет. Нет. А? Попозже. Потому что если вам стало обидно, вы только рот открываете, начинает скандал. Правило личных границ такое. Стало обидно, или ты чувствуешь, что жена что-то не то делает, в этот момент тебе надо уйти подальше и дышать глубоко. Тебе надо приходить в себя, надо восстанавливаться, нужно отвлечься. Можно на улицу выйти, там, на мороз чуть-чуть. Потому что, как бы, энергия любви, она, когда течет сладко, очень мягко, она может взорваться в любой момент. И этот взрыв, он вызывает очень сильное внутреннее неприятное чувство. И в это время надо уйти от близкого человека, потому что, если ты с обидой, вот девушка, если с обидой близкому человеку что-то говорит, она очень ранит его, жестко просто. То есть, ну, представьте, что у близкого человека нет кожи. Его нельзя трогать, потому что ему будет больно сразу. Вот отношения между близкими людьми, они очень ранимые по природе. И поэтому лучше всего быть очень осторожным в отношениях. Надо учиться понимать, что есть стадии донесения. Первая стадия — это принятие эмоций, настроения близкого человека, не трогать его. Всегда надо стараться. Когда близкий человек ведёт себя плохо, надо просто быть от него чуть-чуть подальше. Всегда. Если ты пытаешься выяснить, почему он плохо себя ведёт, начинает скандал. Почему? Как вы думаете? Вот он ведёт себя плохо. Ты пытаешься понять, почему. Начинает скандал. Почему начинает скандал? А? Потому что любовь означает, что тебя априори должны понимать. Вот, допустим, мужчина приходит с работы, женщина, тест на ваше понимание мужчины. Мужчина, ваш муж приходит с работы и вот смотрит на вас вот так. Что это значит, женщина? Устал. Он против вас что-то имеет? Нет. Хорошо. Кто вот этого не понимает, женщина? Поднимите. Всё, значит, будет скандал. То есть вы смотрите на него, говорят, что ты смотришь так на меня? А ему больно, потому что он устал, он голодный, а ему его начинают с порога как бы терроризировать. И он сразу, и начинает скандал сразу, да? Ему и очень обидно становится. А вот этот взгляд мужчины означает, что его все задолбали. Вот, женщина, я вам сейчас один анекдот про мужчин расскажу, и вы тогда всё поймёте про мужчину. Это анекдот очень короткий. И если вы услышите этот анекдот, и вы его поймёте, то у вас сразу намного-намного лучше отношения с мужчиной будет. Анекдот, это простой анекдот, это просто биография жизни мужчины. Биография такая. Родился. Побыл плохим. Умер. Мы эту мудрость поняли или нет? Женщина. Родился. Побыл плохим. Умер. Ну, это не биография, это побыл плохим. Всё остальное. Женщина, это какая половина человечества? Лучшая. Женщина лучшая половина человечества. Женщины всегда хорошие. Они сердобольные там. Человек страдает на улице, они ему помогут. Они любят детей, любят людей вообще, женщины. Мужчины убивают друг друга там. Всегда, как бы, все недостатки мужчины снаружи. Все женские медосные достатки скрыты от глаз. Вот, допустим, вот я смотрю на лекционный зал. Есть хорошие люди, есть плохие. Кто хорошие? Женщины. Кто плохие? Мужчины. Все просто. Все просто. Теперь. Теперь, женщины, это уже не анекдот, это правда. Но вы, пожалуйста, не принимайте ее близко к сердцу. Хорошо? Если женщина доказывает своему мужу всю жизнь, что он плохой, значит, она дура. Если женщина всю жизнь старается скрывать, что он плохой, хотя это коню понятно, значит, она разумна. Запомнили, женщины? Да. Теперь, мужчина, кое-что для вас хочу сообщить. Хочу вам сообщить одну неприятную новость. Вот все, что вы в жизни не так сделали, Ваша жена запомнит навсегда. Запомнили? Если вы сомневаетесь, спросите, они вам скажут. Все, что вы не так сделали, она будет хронологически помнить. Теперь, одна хорошая новость для женщины. Все, что женщина делает плохого, мужчина благополучно забывает. Почему так, Олег Леонидович? А? Почему так? Почему так? Почему так? Вот я об этом говорю, у меня была передача в Москве разок. Передача «Защитите мужчин» называется. И вот мы там рассуждали на эту тему, там много интересных людей пришло, и вот мы изучали, почему так. У женщины есть три стадии заболевания. Первая стадия больна, вторая стадия очень больна, и третья вдова. Он уже давно сдох, она все больна. А спрашиваю, почему он сдох? Потому что женщина, она так устроена, она не может выдержать, что ей плохо одной без мужа. Правда ведь? И она, если ей плохо, значит, ему будет плохо обязательно. Поэтому мужчины должны знать, что если женщине плохо, не надо пытаться сделать так, чтобы ей было хорошо. Надо просто ее не трогать. Надо аккуратненько ее не трогать, потому что будет еще хуже. А если она тебя трогает, тогда ей плохо. Со всем соглашайся, все принимай и сматывайся. Пока не стало хуже. Теперь у меня вопрос. Как вы думаете, женщины, вы вообще можете справиться за своим настроением или нет? Нет. Вот честно скажите мне, кто должен, честно, женщины, как вы думаете, кто с вашим настроением должен справиться? Сами. А? Сами. Сами? Ладно! Чувер, это реально, вы так считаете, что вы сами должны справиться с своим... А зачем вы тогда замуж выходите? Мужчина там сама справляется. Это жестоко. Это очень жестоко. Женщины, зачем вы замуж выходите? Потому что вы чувствуете, что вам вы хотите, чтобы какая-то поддержка была. Женщина, чтобы кто-то смог меня защитить от меня самой. Это правда, женщина? Да. Мужчины, вы слышали это или нет? Это значит, что у женщины есть одна проблема. Она настолько чувствительная и ранимая, что ей одной трудно, ей хочется, чтобы было какое-то плечо, которое бы смогло ее понять. Вы знаете, что больше половины женщин по статистике разводятся, просто потому, что муж не знает, как с ней поговорить правильно. Знаете об этом или нет? Вот поднимите руку женщины, которые из-за этого развелись вообще, что муж не знает, как с вами поговорить просто правильно. Видите, вот женщина поднимает руку. Вы знаете, что женщине очень важно, чтобы вот муж подошел, сел рядом с ней и сказал ей, как ты поживаешь? как у тебя дела? Если женщина говорит, у меня все нормально, спасибо. это означает, что она вам не доверяет и скоро вас бросит. Ну, то есть, если вы подошли к своей жене и говорите, как у тебя дела, моя дорогая? И она говорит, все нормально. Это значит, что она не хочет общаться с этим человеком, а значит, будет общаться с кем-то другим. Потому что женщине нужно обязательно, чтобы какой-то мужчина слушал ее жизнь, про ее жизнь, слушал, как она живет, что у ней на сердце, как она себя чувствует. А обязательно мужчина? Ну, у вас может быть женщина. Нет, я не могу. Может быть, это подруга. Может быть, подруга, да. У вас это может быть подруга. Ай, ей не понравилось. Ну, ладно, а? Мне не понравилось. Не понравилось. Ну, давайте конфетку ловить тогда. Какой вопрос, такой ответ. Нет, давай. О! Не-не, это если женщина что-то схватила, все, как бы. Спасибо. А если мужчина, а вы все нормально? Давайте мы сейчас про женщину разберемся сначала. Это важная тема. Итак, женщина, ваша жена разводится, мужчина. Ваша жена разводится с вами. И она вам говорит, «Ты меня в жизни никогда не понимал». Что это значит? Вот он старался, все делал, работал, деньги приносил. Что это значит, что ты меня не понимал? Что это означает? Подошелся. Подошелся. Это значит, что женщине, вот, может быть, женщине все об этом знают, я вам докладываю. Женщине нужно, чтобы вот очень по-доброму ее послушали. Она бы рассказала, как она живет, задала вопросы. После этих вопросов не надо делать умный вид и объяснять матку жизни. А надо просто соглашаться, кивать головой. Если она, допустим, что-то спрашивает, надо сказать, «А как ты сама думаешь?» Так, женщина? Да. Да? Вам нравится? Всем женщинам прижутые люди сидят. Так бывает. А ты сама думаешь. Не правильно. Не правильно? Как вас зовут? Да? Александра. Александра. Как в вас жизнь вообще все нормально? Да. Вот вас кто-то очень сильно обидит. Да, я прибыл в глазах с вами разговаривал вот эту тему. Видите, я с ней по-доброму разговариваю. Вот эта женщина каждая хочет. Понимаете, вот от такого разговора. Вы ведь хотите в жизни, чтобы человек вас понимал? Ну, все, я об этом говорю. Итак, мы изучаем друг друга сейчас. Мы сейчас пытаемся понять, как движется любовь. Вот прежде чем говорить о личной границе, что многие думают, личную границу выставить означает так. Вот. Личная граница означает сделать так, чтобы не было никаких границ. Надо такие отношения выстроить, чтобы не мешать друг другу. Вот самая первая стадия любви, знаете, какая в семье? Вы домой приходите и отдыхаете. Вот это первая стадия любви. Вот вы домой приходите отдохнуть, а не ругаться, доказывать, отставить свои права, мучиться, вкалывать. Вы дома отдыхаете. Да вот женщина, допустим, если она чувствует, что ее понимают, она когда убирает квартиру, она работает? Нет, она отдыхает. Она испытывает счастье, потому что ей нравится это все, с любовью. Конечно, она работает. Но работает с удовольствием. Точно как же, как мужчина, когда его понимают, он тоже с удовольствием работает. Итак, мои хорошие, вот смотрите, давайте начнем не с границ, а с уважением. Вот как вообще выглядит уважение женщины, вот допустим. Вот что значит уважать жену? Вот как мужчина, как вы считаете, что значит уважительно к жене относиться? Как вы считаете? А? Ну как любить? Обнимать ее, целовать? Нет. Это она воспринимает как эксплуатацию. А что значит уважительно относиться? Обнимать. Да. Говорить очень мягко с ней. Вот представьте, допустим, есть пушинка, и вот ты как бы ее вот так вот пытаешься, но она очень легкая, но туда идти ты ее вот так вот как бы в воздухе держишь. Просто такими движениями рук. Точно так же женщина, она хочет такого отношения к себе. Мягкий взгляд, аккуратно спрашивать, аккуратно разговаривать. Такой очень мягкий подход означает уважение к женщине. И вы скажете, Олег Геннадьевич, вы такой какой-то странный, такой фантазер, что-то говорите такое. Мои хорошие, любовь — это божественная энергия. Вот вы хотите любовь сохранить в семье или нет? Вот чтобы у вас любовь всегда жила. Хотите? Любовь — это не человеческая энергия. Мы подсознательно это не понимаем. Вот, допустим, женщине надо пытаться сохранить любовь к ребенку своему. Пытаться сохранить ее надо? Нет. Почему? Потому что это делает Бог. Вот вашу любовь к вашему ребенку, женщине, сохраняет Бог. Я не говорю про мужчину сейчас, я говорю только про женщину. Потому что Бог дает возможность женщине увидеть чистоту в своем ребенке и никогда ее не забыть. Он дает такую возможность. Почему любовь означает видение чистоты? Вот мать видит в своем ребенке самое лучшее и будет видеть всегда, даже если он серийный убийца, она все равно будет видеть в нем самое лучшее и считать его хорошим человеком в сердце своем. Мать так настроена. Но почему бы мужа так не видеть всю жизнь хорошим человеком? Бог не дает такой возможности. Вот ребенка дает. Ребенку дает такую возможность всегда матери видеть все самое хорошее? Нет. Нет. Матери дает. Ребенку нет. А мужу с женой дает такую возможность Бог? Не дает. Почему? Потому что есть то, что надо людям оставить, само собой подарить им, чтобы они как-то выжили хотя бы. Если мать не будет в ребенке видеть все самое хорошее, человечество просто погибнет. Понимаете? А вот есть еще зона роста. Мы должны понять, в каком случае любовь будет жить. Это называется зона нашего роста. И первое правило, которое надо понять, любовь не наша. Как, допустим, говорит, ты не держи меня, я хочу уйти от тебя. Я тебя не держу. Нет, ты меня держишь. Я не могу уйти. Кто держит? Бог держит. Потому что Он соединил людей. Это не мы друг друга нашли. Как я иногда спрашиваю, кто нашел себе близкого человека? Руки люди поднимают. Да попробуйте пять рублей хотя бы в Нижнем Новгороде найти. Идите, поищите, не найдете. А вы близкого человека себе свою судьбу прямо нашли. Это Бог вам показал. Как Он показывает? Он открывает чистое и светлое в человеке. Так Он показывает вам Любовь. Чистое и светлое открывает. Теперь как сохранить Любовь, поддерживать Любовь? Это называется уважение. Уважение. Уважение — это когда ты не то чтобы свою жену уважаешь, ты уважаешь божественные качества женщины именно в своей жене. Потому что близкие отношения это означает. Если мужчина ко всем женщинам вот так относится, значит он ловелас. Женщине это никогда не понравится. Она хочет, чтобы он именно к ней так относился. Чтобы он вот очень ласково, аккуратно и нежно себя вел. Это называется уважение близкому человеку. Если это уважение нет, Любовь гаснет. Как вы думаете, мужчине естественно так себя вести с женой или нет? Нет. Это для него действие, которое ему никакого счастья, удовлетворения не принесет. Мужчина по своей природе серьезный человек. Он не любит унижаться, делает какой-то такой вот этот вид. Понимаете? Это не его вообще. Но Любовь требует знания. И когда человек обладает знанием, как любить, он потом не должен делать умный вид, а просто этим знанием пользоваться. Вот, например, знание заключается в том, что мужчина должен без всякого желания получить какой-то кайф от этого действия. Он должен просто смотреть на женщину очень мягким, добрым взглядом, вот так аккуратно, желая принести ей счастье. Потому что именно это приносит женщине счастье. Все, вот это надо делать. Сразу возникает вопрос. Я бы сделал ей это, Олег Геннадьевич, если бы она... Так вот, в любви торговля неуместна. Если вы будете сначала стулья, стулья, деньги, а потом стулья, да? Я согласен, сначала стулья, потом деньги, но деньги вперед. Вот, если вы как бы решили поторговаться в любви, а все люди этим занимаются, как бы мужчина не делает этого, потому что было бы кому делать. Субтитры подогнал «Симон»